Некуда бежать. Самая частая фраза, когда речь идет о насилии в семье. По статистике официальной, в России в год 15 тысяч женщин погибают от рук супругов. Статистика неофициальная. 2000 женщин в год сводят счеты с жизнью, потому что не выдерживают побоев и оскорблений. За рубежом необходимой и достаточной защиты становится судебный запрет истязателю приближаться к жертве. Но 40% пострадавших в России уверяют, что не идут в полицию после побоев. Не верят, что им помогут или уже знают заявление, просто не примут. Юристы говорят, необходим закон, который позволил бы жертвам насилия требовать защиты у правоохранительных органов. А пока на этой неделе в Хакасии мужчина расстрелял всю свою семью, бывшую жену ее родителей и двух детей, потом застрелился сам. Теперь его друзья и родственники просто отказываются хоронить детоубийцу. Участковый, на глазах у которого развивалась семейная драма, уволил по статье «Халатность». Знал, его просили помочь, но он решил не вмешиваться. Александр Батухов разбирался, как провести границу между любовью до смерти и смертельной опасностью. Ранним утром 10 сентября жители домов на улице строителей Хакасского поселка Подсиние проснулись от выстрелов. Вот в этом доме, где под одной крышей жили две семьи. Супруга позвонила, голос спутала, спросила, «Ефремыч?» Ну, то есть хозяина. Он говорит, «Нет, Ефремыч мертвый. Я их всех убил». Соседи тут же набрали 0,2, но когда полицейские вошли в дом, то обнаружили шесть трупов. Татьяна Иваншиной, ее двоих детей, 4 и 8 лет, а также пожилых родителей. Всех их убил муж, Иваншин и Петр, а потом сам застрелился. Как позже рассказали соседи, ссоры в этой семье продолжались последние полгода, хотя супруги даже не жили вместе. Иваншин часто пил и угрожал жене расправы, если та подаст на развод. Но никто в селе не ожидал такой развязки. Такие семейные драмы с трагическим финалом в России, к сожалению, не редкость. Статистика по этой проблеме рассказывает правозащитница Ольга Костина ужасающе. Ежедневно в нашей стране из-за бытового насилия страдает около 40 тысяч женщин. Как правило, женщина обращается в полицию только после седьмого случая нападения. То есть на самом деле все женщины крайне терпеливые, и наши, и зарубежные. Крайне терпеливые, в надежде все-таки выровнять, сохранить, одумается, простит и так далее. Правда, одумываются очень немногие. Большинство мужей становится только агрессивнее. Но остановить домашнее насилие, как и в России, так и за рубежом, можно только рассказав о проблеме. Но и за границей женщины предпочитают молчать. Посмотри на меня, дрянь! На этом домашнем видео глава семейства Бен ведет норвоучительную беседу со своей женой Сьюзен. Все происходящее записывает их общий сын. Причем из раза в раз разговоры заканчиваются побоями. Ты ведешь себя как проститутка со всеми, с кем общаешься на работе. У меня никого нет! Нет, ты врешь, мне дрянь! За издевательство, которое Сьюзен терпела почти 10 лет, суд приговорил ее мужа к 37 годам тюрьмы. Правда, такое наказание, объясняет американский юрист Инна Ферштейн, скорее исключение, чем правило. В США действует специальный закон о защите потерпевших, на основании которого жене не нужно дожидаться побоев, чтобы заявить на мужа в полицию. Достаточно устных угроз, чтобы очень быстро получить так называемое постановление о защите. Это постановление о защите действует моментально. Это как красная карточка на футболе. Если муж или бойфренд подходит к ней на какое-то расстояние, там написано, например, на расстояние 5 метров, или на расстояние 100 метров, она вызывает полицию, полиция приезжает и без второго слова арестовывает этого человека. В России пока нет закона о защите потерпевших, хотя его проект уже давно разработан правозащитниками. А существующих, но, признаются юристы, недостаточно, чтобы хотя бы оградить женщину от общения с тем, кто ей угрожает. Что в итоге получается? Насильник получает наказание, там, видит, 3000 рублей за то, что он ее избил. 3000 рублей. Она получает там какой-то мизерный моральный вред. Тоже где-то вот в пределах этой суммы. Но что решено этим приговором суда? Решен ли вопрос безопасности потерпевшей? Нет, он не решен. Решен ли вопрос ее реабилитации? Он также не решен. Именно в такой ситуации оказалась Валентина Акишева. Она написала заявление на своего сожителя после того, как тот в течение 6 часов издевался над ней. Правда, сломанную челюсть, сотрясение мозга и многочисленные ожоги суд признал незначительными увечьями. И ввиду психической болезни обвиняемого отпустил его прямо в зале суда. Теперь о своей безопасности Валентина вынуждена заботиться сама. Ей приходится скрываться. И хотя девушка уже написала несколько заявлений в полицию о продолжающихся угрозах со стороны своего бывшего возлюбленного, рассчитывать на помощь, пока она снова не пострадает, ей, к сожалению, не приходится. Александр Бутухов, Игорь Казаченко, Дмитрий Витов, Борис Кольцов, Александр Гусев и Милана Кузьмина. Воскресное время. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова